Утречка, отличный день для новой игры, на связи Чандер, и сегодня у нас Union of Gnomes от отечественного разработчика. Как вы помните, в последнее время наши ребята очень даже неплохие игрушки выпускают. В качестве похожих игр, Steam предлагает, например, Slay the Spire, поскольку это тоже карточный рогалик. Насколько будет игра похожа, но мы с вами посмотрим. По лору здесь у нас, после того, как у Белоснежки все срослось, как вы помните, да, по сказке, она начала деспотичное правление, и вот гномы подняли революцию. Собственно, поехали, мы выступаем за этих самых гномов против олигархата Белоснежки. Утречка, шеф, очнулся, наши беглецы из Гномонтанама прихватили тебя в пещерах под тюрьмой. Мика сказал, что ты был в жуткой маске со знаком Белоснежки и ничего не помнишь. Жаль, она тебя явно боится. Что ж, здесь в лагере сопротивление безопасно. Указ короля о перевоспитании нам не указ. Никто не вернет нас в Гномотанама. Гномотанама? Да, с памяти у тебя не важно. Гномотанама, центр порабощения гномов. Люди называют его центром перевоспитания. Там круглые сутки транслируются пение Белоснежки. Гномы не могут ему сопротивляться, все свободные гномы в опасности. Мы не будем прятаться по лесам, как крысы. Свободу гномам закрыть. Так, штаб. Наш связной радар собирает здесь важную информацию. Здесь можно выбрать отряд. Собрать отряд. Герой. Это герой гномов. Книг, но по нему можно узнать больше. Ты все понял? Эда? Эда. Ух ты, смотрите. Робин Гуд верхом на Белке. Очаровательно. Стрелы маны. Восстанавливает одну ману в начале своего хода. Минус один урон гнома ближнего боя. Криворукий. Эх ты. Характеристики. Ему можно будет прокачать все, да? Миколучник. Миколучник. Хорошо. Так, это мы закрыли. Отряд. Каждый герой отправляет на миссию с отрядом из 10 гномов. Тут ты можешь собрать этот стартовый отряд. Герой и состав отряда определяет тактику в боях. В походе к отряду могут присоединиться добровольцы, которые усилят или ослабят твою тактику боя. Добровольцы покинут твой отряд после миссии. Помни, в каждой успешной миссии ты освобождаешь новых братьев-гномов. Они будут здесь. Принято. То есть мы создаем колоду, ребят. Ну, здесь уже чисто, да. Составление колоды. То есть максимально карточная игрулька. Хорошо. Пусть у нас такая, какая есть. Команда такая пусть и будет. Штаб. Дом гномов. Бафы, дебафы. А, ну это как меню. Штаб это менюшка просто. Это... Escape, правда, не работает, но это вот это вот. То же самое, считай. Хорошо. Один лишь Мика у нас есть. Ну, вперед. Погнали, посмотрим. Метка один из сильнейших бафов. Так, это, видимо, наши красные. Где-то недалеко от лагеря сопротивления. Почитатели прекрасниства Белоснежки, услышьте слова нашей леди. В этих землях скрывается беглый отряд гномов, не горяя к усилиям, кормящих их за руку и сею смуту. Они опасны и коварны. Советуем гражданским соблюдать осторожность, пока воспитатель не вернул диких гномов в клетку. Также за каждого дикого гнома, милейшей Белоснежной, назначена награда в 10 золотых. Все дикие опасные гномы будут заключены в гномотанамо. Для исправ... Гномотанамо. Слушайте, так тяжело прочитать, на самом деле. Для исправления нашей блистательной Белоснежкой во благо королевства. Так, радар-прием тут тип какой-то похож на жуткого клоуна. Это кто? Ох, черт, это Люмиен, спикер Белоснежки, жуткий тип. Ходя слухи, по утрам он умывается слезами гномов, под их крики боли. Да, хорош. Радар-прием, похоже, за нашу голову били награду. Плохо дело, значит, воспитатель уже взял след и подбирается к нашему лагерю. А местные за 10 золотых добровольно станут его ищейками. Шеф, если ты уже очухался, отправляйся с Мика. Да, любыми силами помешайте воспитателю обнаружить наш лагерь. Мы уладим все. Джанго, Барт, Щитобой и Фитогном. Хорошо, поехали. Это мы освободим. Ну, у нас задача освободить. Так, команда такая. Мика-лучник. Все ближние бои у нас говнецо, зато вот дальники, видимо, хороши будут. Здорово, шеф. Я бро, отважный, красивый, просто лучший среди лучших. Любишь подраться, я с тобой. Любишь поесть, я люблю вдвойне. Я исходил с ребятами Мика все королевство, так что буду водить тебя в курс дела. Что, где и как. Мне радар намекнул, что ты, ну, того. Ну, у тебя какие-то проблемы с памятью. Не переживай, братишка, бро с тобой, ты в надежных руках. А где мы сейчас? Мы в забытом бару. Название говорит само за тебя. Это братишка глушидыра на самом западе королевства. Здесь неплохо можно спрятаться, поэтому мы тут разбили наш лагерь сопротивления. Воспитатель идет с севера из ЦПГ Гномотанова. Мы поймем... Мы пойдем ему навстречу. Атакуем, прежде чем он обнаружит наш лагерь. Это безопасный маршрут. По окрестностям шныряют ищейки воспитателя. А после того, как Люмьен назначил награду за наши головы, все местные крестьяне побегут насыскать под каждым лопушком. Но мы в партизачи не собаку съели. Смотри, план этой местности. Знаком сосиски на маршруте отмечены убежища. Ага, сосиска, убежище. Понял. Там наш отряд может отдохнуть и восполнить силы. Мишень, это места встречи гномов-партизанов, я пока не вижу. Которые не прочь вступить в отряд. Но остальным ты разберешься по ходу дела. Все ясно. Курлык, 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 курлык. Эй, бро, ты это видишь? Ёжина мать. Спросим радара. Он у нас ходячая энциклопедия. Радар, прием, бро, на связи. Ты знаешь, какой-нибудь летающий фиговини с одним выразительным глазом. Немного похож на голубя. Привет, бро, редкий вид. Это ручные голуби-белоснежки. Одни из первых, кого она починила своим пением. Говорят, птичьи мозги не выдержали песни. Питаются мясом гномов, будьте аккуратны. Птица стаяная, где один голубь, там могут быть и сотни. Раз голуби тут, значит, белоснежка в бешенстве после вашего побега. Напоминаю, под очарование песни белоснежки попадают животные. Каждый дворовой пес, каждая коза может быть врагом. Пока мы болтали, он пропал. Давай за ним. Так. Мишень. Место встречи. Тут только одна мишень. Ну, в принципе, бои одинаковые. Единственное, что... Бой. Легкий бой. Легкий бой, бой, сосиска. Вопрос. Жест. Здесь отряд гномов. Ждет событий. Нам придется сюда, ребят. Сложный бой. Да, мы вынуждены идти сюда. У нас выбора нет. Добро. Потому что нам нужно спасать. Вперед за 20 сосисок. Ой, у нас количество сосисок ограничено. Кстати, хочу обратить ваше внимание. А что будет после того, как сосиски закончатся? Слева ваш герой. Справа враги. Вы ходите по очереди. Ваша задача довести здоровье всех врагов до нуля и не дать врагам снизить ваше до нуля. Здоровье и эффекты указаны сверху вашего героя. Угу. Угу. Здесь броня лечит 3 хп. У меня, видимо, нету. И маны у меня полный набор. Рогатка. 7 урона. Если крит, применит яд. Угу. Выбирает одного гнома и сбрасывает. Дает силы x3. Дает прицельный выстрел. Следующий гном дальнего боя наносит критический удар. О! Смотри, мы можем камбу сделать. Наводчик. Главное, чтобы не был контужен. И рогатчик. Хорош. Сразу крит и сразу яд. Моначел. Пока не готов. 6 урона. Если на цели броня дает уклонение, 6 урона нам недостаточно. Завершить ход. Так, мы восполнили всего лишь одну ману. Ммм. Не очень приятно. Так, он сейчас на 5 ударит. Я предлагаю сделать страж. И маначел. Маначел мне что-то даст? Маначел мне даст еще одного рогатчика. В целом, неплохо. Работай! Тыщ! Вот врага. Один всего лишь. То есть яд на нем заканчивается. Так, новая колода гномов. Так, опять-таки можно через броню попробовать пойти. И 6 урона. Если на цели броня дает уклонение. На цели брони нету. Дает прицельный выстрел. Наводчик. Так, я думаю, мы сделаем страж моначелку гномба. Ну, вылечиться было бы неплохо. Гномба просто нанесет 6 урона, да? Если на цели броня. Дает силы x3. Либо я могу... Слушай, я потенциально могу же сделать... Вот так сбросить наводчика. Подтвердить. И у меня гномба тогда девяточку нанесет. Хорош! Разработчик, значит, это продумал. Опыт или денюжки. А, забрать все? Конечно, тогда возьму все. Не брать гнома. Минус 30 денег. Есть глашата. И вытягивает 3 гномов. И применяет метка. Угу. Вытягивает 2 гномов. Применяет опьянение. С опьянением имеет 50% шанс нанести критический урон. И 50% шанс промахнуться. Так. 6 урона применяет уездвимость. Снижает количество получаемой брони. Игла. Игла, причем, бесплатная. Это неплохо. Давайте я иглу возьму. Мне игла интересна. Ну, потому что она бесплатная. Так. Сложный бой теперь. Ну, вернее, обычный бой, да? Был легкий бой, теперь бой. Вот 22 сосиски теперь я трачу. Раньше тратил 20. Плюс 2 сосиски за иглу. Теперь псина и ловец. Что сделает псина? Псина понизит, видимо, мою атаку на 1. Это нехорошо. Я могу сделать страж. Могу моночело. У меня, кстати, здоровье не восстановилось. Либо пока не лечиться. 6 урона, если на цели броня. Брони на цели нет ни на той, ни на другой. Псина вряд ли будет получать броню. Это халявные 5 урона, а халявные 6 урона. Мне бы чуть сильнее стать, да? Насколько сильнее? На 3 хватит? 9 плюс 5 не хватает. Не хватает. Давай тогда броню. Пока что поставим. Моночело оставим. Одного гнома сбрасывает. Можно сбросить моночело. Даст плюс силу. Но это такое. Давай просто добьем его. Ну просто ударим. Как сможем. Есть уязвимость. Понял. Мы полностью не защитимся, правда? Но не страшно. Минус 1 атака. На 50% меньше урона. Значение показывает, сколько ходов длится дебаф. И псина будет на постоянке. Что это такое? Это какие-то оковы. Очень мало мы сделаем, да? Вот, прицельный выстрел и рогатка. Мы сможем сделать яд. Либо 2 рогатки и мы гарантированно убиваем. Нам прицельный выстрел тогда даже не пригодится. Яд просто не сразу убьет. Я думаю, в 2 рогатки было бы выгоднее. Есть. Дальше страшим и начел. Имеет смысл. Нельзя сыграть гном в клетке. Ммм, он забил мне просто колоду немножко. Я тебя понял. Так, он использует броню. Наносит 6 урона 2 раза. А хорош. Нам бы прицельный выстрел. 6 урона, если у цели броня дает герой уклонение. Слушай, а я могу оставить как-нибудь карту, чтобы вот карта вот эта у меня осталась на будущее. Вот непонятно, да? Сейчас, погоди. Я могу взять моночелла. Могу взять вот так, прибавить. Это у меня хорошая комба будет. Мне нравится. Давай моночел. Стрелодел. Кого-нибудь скинет, да? Вот это вот. Нельзя сыграть. В клетку мы можем скинуть. Обращаю ваше внимание, что приятно. Ну и поехали. Пулемет. Пам-пам-пам-пам. И еще и гномба. Бам. Завершить. А сила-то на несколько ходов далась. Смотри-ка. Так, у него 6 брони. 9 яда, крит урона. Так. Прицельный выстрелил. 7 урона, уязвимость. Качество получаемой брони. 9 урона, если крит яд. Там будет минус 6. С иглой, если разыграть. Это имеет смысл? Я, если что, моночелла использую. Либо я могу сделать страж, моночел. Хотя страж мне... Ну, допустим, пригодится. Страж, моночел, да? Мне как раз на все хватит разыграть. Моночел. Рогатка. И игла добивает. Хорош. Забрать все. Булыжник. Наносит 10 урона. Раз в бой. Хороший вопрос. Лечит 8 хп и применяет яд. Писанаж с ядом теряет здоровье, равное количеству яда в начале своего хода. Яд x4. Но лечит 8 хп. Неприятно. А выбирает и сбрасывает одного гнома, дает 8 брони. Кукольник. Тут хороший вопрос. 10 урона это много. Особенно... Ну, нет. Под усилением нет. Под критом разве что, да. 8 брони тоже неплохо, но за сброс гнома. Давай булыган возьмем. Да, один раз за бой мне тоже не очень нравится. Но... Такое убежище. Вперед за 24 сосиски. Восполните мне сосиски, пожалуйста. А вот, можно купить сосисок 30 штук. И мне придется это сделать. Я могу еще купить сосисок? Видимо, да. 30. Пока нам больше не нужно, мы вроде бы раз, два, три сможем... Три не переживем, возможно. Так, потренироваться надо. Кого мы можем натренить? Например, игла. Игла у нас 3 уязвимости. Даст и нанесет 8 урона. Халявная игла. Просто вот в чем дело. Это приятно. Давай потренируем. Одного потренируем. Могу всех потренировать. Ух ты. И я текстрибует. Тоже хорошая карта. Деньги, правда, все потрачу. Давай пока возьму. Дальше посмотрим. Купить сосисок. И сосисок докуплю. Все. На миссию отряда выдаются 100 монет и 100 сосисок. Во. Видишь? Это именно на миссию. Сосиски нам нужны. Кончать сосиски. Каждый ход случайный гном. Ладно. Так. Ночью вы разбили лагерь и развели большой костер для ужина. Как вдруг в небо взметнулись языки пламени и появился дьявол гномов. Он предлагает вам сделку. Он усиливает вашего бойца, но заберет часть вашего здоровья. По рукам выбрать гнома. Так. На халяву кого-то усилит. 14 урона раз за бой. Возможно. А моночел? Две маны. Беру. Две маны. Это все-таки две маны, ребят. Еще можно? Это вроде бы и не нужно. Или нужно? А еще моночел есть. Хм. Да и стража можно бафнуть, да? Да и стража можно бафнуть. Давай бафнем теперь. Стража. Будет давать девять брони. Хорош. Все, пока хватит. Парни тушим костер. Ваши парни смело бросаются костру и тушат его, как кто умеет. Дева гномов исчезает, оставив аромат сгоревших сосисок. Сложный бой. Мы, конечно, подранки, но зато мы сильные, усиленные. Я не знаю, ребят, как оно будет. Ого! Дровосек. Серьезный товарищ. Вопросительный знак. А вот, Сина, смотри. Два-три урона. Увеличение урона. Плюс один. Каждые два хода. Применяет к врагам слабость. Увеличение урона. Плюс один. Каждый второй и третий ход. Применяет к себе сила. Два-Х4 может получить броню 10. Господи, какая жопа. Так, 9 брони я могу получить. Нужно? Нужно. И моначело сразу. И моначело. Тут обычный как раз моначело. 6 брони не хватит? Нет. Так, если... Ну, давай и гномба можем применить. Да мы, в принципе, все можно применить. И стража, и рогатку, и гномба. Давай все, разыграю все карты. И моначело чисто на то, чтобы полечить. Мана все равно на будущее нам останется. Яд даст. 9 урона, если крит яд. Не критануло, поэтому просто 9 урона. И 6 урона еще нанесем. Он сильно снизил нас, но мы следующим ходом гарантированно убиваем Сину. Гарантированно. Так, моначел даст 2 маны. Пулемет. 3 урона 2 раза. 5 урона за бой. 1 раз. Я думаю, можно сохранить эту карту, либо скинуть. 4 урона применяет уязвимость. Снижает получаемое брони количество. Это хорошо как раз жахнуть по нему. Прицельный выстрел уважаемо. Следующий дальний удар, правда, будет критический. Но нам не нужен наводчик. Ну, как бы нужен, но не очень. Я могу и булыганом так-то торкнуть собаку. Бам. Но слабость у меня до сих пор осталась. Моначело применяем. Брони у меня нет, но я и хочу использовать иглу. Иглу. У него уязвимость, он получит меньше брони. Наводчика на следующий ход. Завершить. Карты все равно сбрасываются, ребят. Нужно их разыгрывать. Урон плюс 1. Увы. И он еще хочет бафнуть урон. Так, прицельный выстрел у меня и так есть. Сразу яд будет гарантированный. Еще и стрелодел можно сделать. Дает силы Х3. Но нужно сбросить какого-нибудь гнома. Я пока что гнома-стража могу сбросить. Рогатка. Огонь. Крит хорош был. И гном бы еще. Если есть броня, дает уклонение. А у него как раз есть броня, да? Нет, у него пониженная. Зараза, надо было наоборот. Ну ладно, лоханувся. Ничего страшного. У нас усиление еще есть. Он усиление на 4 хода. Баф силы увеличивает урон наносимого пациента. 14 урона. 14 урона. Господи. Да куда? Столько. Так, могу стража. И это нужно. Моночел. Что я еще могу сделать? 8 урона 2 раза. 11 урона. 8 это 16 урона. Слушай, 16 урона, серьезно? 16 урона, серьезно? Так, уважаемо же. Чук. И я полечился еще дополнительно. Много опыта, много денег. Нужно больше золота. Пугливый дает слабость. Слабость на 50% меньше урона. Но 1 и 7 брони. Можно применить к врагам. Вытягивает 3 гномов. И применяет метка к герою. И один из сильнейших бафов. Ладно. Ладно, давай глашатый. Но он дорогой. Я возьму глашатого. Хотя, если честно, пока не вижу его в своей команде. Вот, место встречи. Давай, вперед за 30 сосисок. У меня сосиски кончились, ребят. Я переоценил себя. Так, мы здесь можем кого-то вытащить. Как раз таки. Седатив, кукольник, бибикю. Какой-то чихпых и оружейник. Просто дает 2 силы. Хорошо. Так, 6 урона. Если крит дает 6 сосисок. Слушай, это надо. Это правда надо. Это правда надо. Давайте. Я возьму. Нанят. Поздравляю, ты нанят. Оставить какого-нибудь гнома можно. Пока не оставлю. Просто у меня будет голодовка сейчас. Мы голодаем, ребятки. Мы голодаем. У нас 33 сосиски. Мы в нуле. У нас страдание начнется. Как раз проверим, как эта механика работает. Господи, да что ж вы такие сильные-то. Что ты такое делаешь? Повар. Повар, какая у тебя профессия? Урон 4. Увеличение урона плюс 1 после каждой атаки. Применение силы. Х3 к себе и всем союзникам. Опьянение. Х3 к себе и всем союзникам. Исцеление союзника с самым малым хп на 8. И применяет к нему опьянение. Увеличение исцеления. Плюс 2 за каждое исцеление. Господи. Этого нужно срочно убивать. Реально срочно. Так, у меня нет прицельного выстрела? Нет. У меня есть глашатай. Глашатай может быть не так важен. Нам сейчас нужно за троечку, я думаю, прям. Да, за троечку мы лучше максимально заядимся. Что он применяет, я не понимаю. Не критует. Вроде не женщина, но не критует. Все, завершаем код. Больно. Проклятие? Так, а у него? Что за крылья? Это что такое? Это опьянение. Это нормально. Это шанс на крит, в то же время шанс на промазать. Проклятие на мне. А я не знаю, что за проклятие. Ну, что-то произошло. Где-то что-то произошло. Слушай, я могу убить его сейчас? Да, иглой прям. Сосиски. Прицельный выстрел и сосиски неплохо было бы заиметь. Ну, чтобы у меня были сосиски, в принципе. Если у меня есть сосиски, то я в порядке, правильно? Бодрость. Все карты на этом ходу не стоят маны. Стоимость лица сосисок. Ух ты! Ух ты! Так. Прицел. Два стоит. Мана. Я могу потратить один, восстановить два. У меня будет тройка. Я как раз всю тройку... Хорошо. Это ради хила, ребятки. Так, теперь я использую как раз сосиски. Это будет крит, я понимаю, но... Хотя... А че нет-то? Поехали. Ага! Я ближникам только могу сюда. Значит, мне придется здесь так играть. Ну, хорошо. Следующий дальний бой крит и плюс сосиски. Хорошо. А иглой тогда торкнем сюда на уязвимость что-нибудь. Так, он делает два, видимо, у ворота, я думаю. Предполагаю. Уклонение х2. Да, совершенно верно. От двух атак он уклонится у нас. Так, нельзя сыграть клетку. Это, видимо, проклятие. То самое. Либо это из-за того, что у нас еды не было. Шесть урона. Если на цели есть броня, дает герой уклонение. У него самого уклонение. Минус броня. Зато он получит. Выбирает одного гнома, сбрасывает. Дает силы х3. Это имеет смысл. Давай. Броня нам здесь не нужна на этом ходу. Гном бы. Ну, гном бы потратим. Мисс. Стоп. Это два хода уклонения, а не два удара уклонения. Я тебя понял. Значит, мы не можем пока в принципе его поразить. Ладушки о ладушке, где были у бабушки. А я могу еще заселиться. Или застражиться все же. Застражиться надежнее. Заселиться уважаемо, но застражиться надежнее. Опять проклятие х1 он накинул. Так, что у меня есть? Чем мы обладаем? Чем богат этому и рады, как говорится, да? Могу стража взять. Имеет смысл. Соответственно, моночелла. Я могу еще моночелла, если что, но не нужно. Мы делаем рогатку. Не, надо еще моночелла. На будущее. Это карта, которую можно разыграть спокойно. К сожалению, не крит. Здесь уязвимость наложилась опять. Но у него на два хода будет уворот, что грустно. Брони даст меньше. Так, если крит, то даст сосиски. Это прекрасно, но он не кританет, потому что так уж получится. Глашатай. Глашатай. Позовет кого-нибудь, да? Давай. Хочу посмотреть, как это сработает. А вот. Никак не сработало. Моночелл просто даст ману нам. Ну ладно. Крита не будет. Не даст он нам сосисок. Клонение на два хода. А, 50% шанс избежать урона. Тю. 50% это не так много. Ну-ка, давай. Единичка стоит. Ладно, не важно. Мисс. 50% это неплохо. Броня плюс урон плюс. Шесть брони могу себе заиметь. Либо рогатчиком жахнуть. Шесть брони я все равно получу урон, но хотя бы... А, 23 брони у меня настакало. И я думаю, она заканчивается, ребят. Я вам серьезно. Я даже не обращал на это внимания. Ладно, лох. Бывает. Так. Выбирает какого-нибудь гнома. Например, гнома пулемета я могу убрать. Хотя мне дастся две маны. Он потому что 6 урона два раза нанесет. Это 12 урона. Плюс это мы победим. Правильно. Поэтому мы спокойно гнома можем убирать. Моночел. Бам. Ой, даже критун. Критун-критан. Хорош. Победочка. Применяет тренировка. Х3. Все гномы ближнего боя наносит критический урон. В течение кулдауна. Цель получит кунг-фу. Посмотреть здесь здоровье раз за бой. Тоже хорошая тема, если честно. Медик. 7 урона наносит сфокусированный. Добавляет скованный, вернее, фургон. Нельзя сыграть. Удаляется в конце хода. 7 урона. На халяву, да? Зато добавляет скованный. Я понял. Ну-ка, мне нравится тренировка в целом. Давайте попробуем тренировку. Хотя скованный в целом тоже неплохо, потому что мы можем сбрасывать эти карты. Сосиски. Давай к сосискам. За 37 сосисок. Господи. На 40 сосисок требуется. 40, ребят. 40. Поэтому два раза за сосисим. Дальше что-то потренить можно. Мастер кунг-фу даст. Ага, тренировка Х2. То есть меньше времени потребуется на тренировку. Хорошо. Дает 10 сосисок. Уважаемо. Прямо уважаемо. Ну давай мы, знаешь, кого повысим? Мы повысим моночелла. Чтобы все моночеллы у нас восстанавливали много. Стража повысим, например. Цельный выстрел Х2. Наводчик. И стоить один будет. Беру. Это слишком полезно. Правда. Исцелиться и так максимум. Сосисок достаточно. На последнюю битву. Хорошо, что у меня были хоть какие-то сосиски там. В бой. За 37 сосисок. Кто ты такой? Воспитатель. Озвучиваю просто удары, ребят. 5 искованного добавит. Ладно. Воспитатель что может? Фаза 1 до 50% хп. Урон 5. Увеличение урона плюс 1 каждые 2 хода. Примеет к себе силу Х3. Добавляет гнома проклятия в клетке. Фаза 2. Менее 50%. Увеличение урона плюс 1 каждый ход. Можешь получить броню 10. Увеличение получаемой брони плюс 2 после каждого получения. Добавляет в руку игрока гнома проклятия скованный. Скованного нельзя сыграть. Скован покинет героя в конце хода. И больше не вернется. Прекрасно. Гном проклятия в клетке останется с вами до конца боя. Опа. То есть скованный это не страшно. А вот в клетке это неприятно. Принято. Так, что мы можем? 6 урона 2 раза имеет смысл. Броня имеет смысл. Броня даже в первую очередь имеет смысл. Раз. Булыган. Ну если кританет круто будет. Можно там, чтобы критан выдал. Чтобы он 20 урона нанес. В целом. Ну а можем нет. Пока просто рогатка. Бам. Не критану. Жаль. Можем пулемет. 6 2 раза. И Булыган. Все. Карта порвалась. 5 и еще одна. Карта есть. Так. Моначел. У меня есть, кстати, броня. И без этого. Но он будет броню. Если на цели есть броня, дает уклонение. Стрелодела нужно разыграть точно. Стража тоже нужно разыграть. Нужно. Разыгрываем так. Разыгрываем стрелодела. Сбрасываем кого-нибудь. Сбросим вот этого. Ничего страшного, ребят. Гномба сбросим. А нет. Лучше тогда сосиски сбросить. Да. Сосиски сбросить. И чисто гномба разыграем. Хорош. Завершить. Если брони, это много. Так. 11 урона. Если будет... О! Наводчик. Главное, чтобы он не был контужен. Тренировка X3. Мастер конфу тоже хорош. Но я выберу все-таки наводчик и рогатка. Это очень имеет смысл, ребятушки. Угу. Двух скованных или две в клетке. Он накинет нам. Плохо. Хорош. Хорош. Три яда пока. Проклятие X2 накинул. Два скованных. Скованные, понял. В этот же ход отыгрывают. Угу. Рогатка. А у меня прицельный выстрел как раз таки есть. Поэтому я яд X2 сейчас сделаю. Гарантированно. Хорош. Он усилит себя. Но я, главное, накинул. Мастер кунг-фу. Это интересно. Но, ребятушки. Мне важно вот это. Опять скованных накинул. А не закончится когда-нибудь? Наносит всем врагам 10 урона за 20 осеток. Посмотрим. И мне прицельный нужен. И вот этот нужен. Сила X3. 6 урона нанесу. Этого недостаточно. Прицельный выстрел это слишком хорошо, чтобы игнорировать. Правда. В особенности, если это будут стрелки. Давай наводчика и завершаем ход. 9 урона переживу. Маначелл. Маначелл. Ребята. Мана, мана, маначелл. Наносит урон 6-2 раза. А поскольку он стрелок, он гарантированно кританет оба раза. То есть по 12. Легчайший. Победить воспитателя получено достижение, ребятушки. Герой получил уровень 2. Мика. Очки талантов плюс 1. Очки характеристик плюс 3. Бумер. Наносит 6 урона. Если это критический удар, дает 2 ма... Вау. Клево. Мне пока нравятся комбинации, если честно. Герой получил очки характеристик и таланты. Их можно распределить на экране героя. Также стал доступен новый гном клана героя. Его можно снарядить в отряде казармы. Ну здесь за стрелков надо, да, за стрелков играть. Освободить кого-то можно. Всех или кого-то на выбор. Освобожденных гномов можно добавить в стартовый отряд. Они также могут присоединиться к отряду в добровольцы в миссиях. Может быть крикун? Барт улучшает случайного гнома в руке до конца боя. А если он уже улучшен? Хороший тяп. А я всех смогу освободить. 6 урона удаляет проклятие в руке. О! Джанго хорош. Он с Джанго освобожденный, поэтому скованное проклятие нам добавляют. Да, а он как раз таки убирает это проклятие. Поэтому хорош. Народность урон равны броне героя. Герой теряет всю броню раз в бой. Хорошая вещь при определенном билде. Применяет иммунитет. Цель с иммунитетом теряет все бафы и дебафы. И не может получать новые, пока длится иммунитет. Герой и лечит на 7. В целом неплохо, единственное дорого. Было бы за один, было бы хорошо. Мана здесь очень такой ресурс специфический. Здесь я пока не буду ничего повышать, ребятки. Надо почитать, надо поизучать. Прием, шеф. Погоня из Гномотанома разгромлена. Мика сказал, ты дрался как гномы Великой Семерки в давние времена. И даже командовал отрядом, пока он шпиговал врагов стрелами. Принято. Отправляемся к Гномотаному. Прием, шеф. Немедленно ждем вас в лагере. Поступила информация о пропаже Рока и его отряда. Безбашенный герой из клана уличных бойцов пропал по связи со судьбой. По связи в районе Рогатки. Миссия по спасению от отлова, порабощения гномов из Большого Гномевого Леза под угрозой провала. Ждем вас в лагере. Хорошо, выезжаем. Лес Светлячков. Какой-то вопросительный знак. О, вопросики, конечно, будем собирать, да? Раз, здравствуйте, внезапный Ведьмак появился. Что за вопросики, посмотрим, ребят, на будущее. Как-нибудь игра сохраняется? Ну, видимо, сохраняется. Ну, что ж. Пишите, ребят, как вам игру Ленция. В целом, именно вот как карточный рогалик, пока что выглядит неплохо. Есть хорошие комбинации, хороший менеджмент, вот это всякое маны и прочее. Но здесь, конечно, составление колоды. То есть повезло, ты затащил, поскольку у тебя правильные карты выпали. Не повезло, ты погиб, потому что они тебе не выпали. Разумеется, какие-нибудь эксперты расскажут про какой-нибудь Hearthstone, где там киберспортсмены играют. Но, ребят, в любом случае, даже киберспортсмены в первую очередь ориентированы на удачу. Да, они компенсируют какие-то там слабые места, стараются, да? Но при всем при этом, если им рука не заходит, у них есть карты для того случая, для того случая, для того случая. А у них в руку, вот сейчас, на данный ход, когда нужны именно те карты, а они прям, например, три штуки одинаковых взяли, они не выпали. Они легко могут не выпасть, потому что это шанс. И раз, из-за этого они могут проиграть. Из-за одной единственной вот такой вот оплошности. Поэтому, ребят, карточные такие игры с колодами, они не могут быть киберспортивной дисциплиной, в принципе. Ну, адекватной дисциплиной, как мы понимаем. Но пишите, как вам эта игрулька. В целом, ничего. Очень даже ничего. Веселенькая. Ну и, конечно же, необходимо поблагодарить наших дорогих, замечательных, потрясающих, великолепных бустеров. Ведь без их поддержки ни этого ролика, ни других, что выходит сейчас на канале, не было бы. А тех, кого еще нет в списке, приглашаю присоединиться по ссылке в описании. Вступайте в семью, ведь семья – это главное.